Добрый день. Добрый день. Меня слышно, да? Хорошо слышно? Да, все, вижу, что слышно. Замечательно, спасибо. Ну что ж, коллеги, тема сегодняшнего нашего вебинара – это международный конкурс AdCrunch Award как инновационная площадка реализации студенческих практик. Соответственно, что может возникнуть с практикой? Вот как показывает опыт наших студентов. Конечно же, в нашем педагогическом вузе студенты проходят свою практику учебную и производственную непосредственно в образовательных учреждениях города и области. Это и учреждения дополнительного образования, основного общего образования школы, в младших классах, в старших классах школы в соответствии с тем направлением, по которому они обучаются. Но возникают абсолютно разные ситуации, особенно у студентов, обучающихся по заочной форме обучения. Это и внезапные командировки, и возникающие проблемы со здоровьем, и карантин, вернее самоизоляция, с которой мы столкнулись с вами в этом году. И, конечно же, у нас обучаются еще и студенты с ограничениями по возможностям здоровья, которым тоже необходимо перестраивать программу практики и находить им для них оптимальные решения по реализации, для того, чтобы они смогли обеспечить вот эту связь между научно-практической и практической подготовкой, чтобы дать им первоначальное представление о профессии, чтобы они смогли опробировать свой первоначальный опыт, свои навыки, определенные компетенции получить. Ну и временные, постоянно явно возникающие вот такие непредвиденные ситуации заставляют нас искать пути решения. И такие вот, конечно, решения у нас смогли возникнуть благодаря вот тому, что у нас есть онлайн. Наш ВУЗ обладает, конечно же, определенными ресурсами. У нас неоднократно велись такие мероприятия, как современный урок 21 века, где мы проводили запись мастер-классов и учителей области, учителей города, наших преподавателей, в них участвовали студенты, проходила запись, и мы имеем такую определенную копилку вот с этими методическими уроками, где студенты могут ознакомиться хотя бы в онлайн-формате с вот этой вот практикой, того, как другой преподаватель преподает. Особенно для тех студентов, которые учатся в педагогических ВУЗах, ведь очень важно получить какой опыт первичный, наглядный опыт, когда они приходят в школу или в другое образовательное учреждение и изначально сначала знакомятся с тем опытом, которым обладает их наставник, тот человек, который занимается непосредственно в образовательном учреждении, с ним практикой. То есть и здесь, конечно же, ВУЗ очень тщательно подбирает базы практик, тех людей, которые будут показывать свой опыт, демонстрировать свои навыки, умения, показывать свои методические приемы, наработки, для того, чтобы они сначала смогли это как кальку воспринять, переработать, проанализировать и потом уже в другую производственную практику суметь реализовать определенные свои уже навыки, проявить свою компетентность в этом вопросе на основе полученных знаний, уже создать свой урок, свой формат общения с учениками. И, соответственно, что мы в этом году получили? Как бы не сложился опыт онлайн-обучения в этом году у многих школ, вузов, но мы этот опыт получили, и мы уже представляем формат этого онлайн-обучения очень четко, и в школах особенно, то есть с какими сложностями, с какими проблемами перестройки онлайн-формат они уже получили. И, как вы знаете, само общение, сами коммуникации очень специфичны в онлайн-обучении. То, что у нас с вами в офлайне, кажется, с полувзгляда, с полуслова мы понимаем, как вот не зря же говорят, отсутствует такая вот большая значимость общения, оно несколько иное, и мне кажется, что больше как раз не хватает вот такого, когда с полувзгляда, с полуслова в аудитории понятно, поняли студенты, не поняли, обучающиеся, те же ученики понимают, не понимают. Несколько иной формат мы получаем это в онлайне, когда нужно более четко формулировать свои вопросы. Даже перестройка здесь происходит в формулировке и вопросов, и ответов. Более четко прописывается, чтобы не было какой-то двусмысленности, непонятности, которая повлечет большую трату времени на выполнение самого задания и практики. То есть прописываем более четко программу практики. Ну и вот полученный наш онлайн-опыт весенний мы теперь можем реализовать не только в процессе представления в онлайне дисциплин или уроков, но и пора уже пересмотреть формат практик. Потому что, ну что требует сейчас рынок, да, от современных специалистов? Их умение владения не только навыками работы в оффлайне, но и в онлайне. Потому что вот, пожалуйста, необходимо было включиться срочно в этот процесс. И, конечно, те, кто уже проходили какое-то обучение, имели навыки, они более быстро смогли перестроить и формат своих заданий, своих материалов, своего ведения общения с классом. Вот. И что мы предлагаем рассмотреть? Предлагаем рассмотреть возможности нашего международного конкурса, на котором я работаю экспертом с этого года, являюсь еще и зампредседателя Оргкомитета, саму международную конференцию, как площадку для проведения практики. И практики, соответственно, которые реализуются, уже мы планируем реализовать дистанционно или онлайн, мы должны пересматривать возможность их перестроения в учебном графике. Это, конечно, очень сложно, зная, да, все вузовские процессы, когда все планы, все графики утверждаются заранее. Но таковы сейчас современные реалии, что мы не можем не учитывать. Да, вот у нас и сейчас как бы непонятно, в каком режиме могут дальше действовать образовательные учреждения, потому что мы видим постоянно, вот в последнее время стали возникать в новостях сообщения о том, что то тут, то там ребятишки школы, вузы уходят на карантин в связи с тем, что вот появляются новые случаи вот этого вот заболевания COVID. И как мы можем использовать данную площадку для практики? Международный конкурс. Здесь может сам руководитель практики стать членом экспертного сообщества. И у нас на международном конкурсе Atcrunch Award есть два экспертных сообщества. Это те, кто уже работает в онлайне, имеет свои курсы, создавал эти курсы, имеет значительный опыт в понимании того, что такое качество онлайн обучения. И они подают заявку на участие в международном конкурсе в качестве экспертов. И есть еще у нас студенческое экспертное жюри. И вот здесь как раз студенты могут проявить сюда, стать членом экспертного сообщества конкурса, познакомиться с требованиями к оценке качества курсов и продуктов. Ведь что у нас нужно от специалиста, чтобы сейчас он умело знал? Это, конечно же, теперь и требования к его работе, к умению работать с цифровой образовательной средой, создавать эту среду, наполнять ее, понимать качество тех продуктов и курсов, которые он использует в данной среде, в которой он ее формирует. Понимать эти критерии качества, как они применимы к тому курсу или продукту, который он создает. Быть способным постоянно развиваться, вот эта тематика Life Long Learning. И, конечно же, сам конкурс Ad Crunchyward – это профессиональная среда общения, обмен колоссальным опытом новинок, новых стартапов, новых продуктов, возникающих в образовании, новых онлайн-курсов, направлений, мыслей, те сессии, которые проходят во время конференции. Все это, я считаю, на мой взгляд, для современного учителя, преподавателя очень важно быть в правильном, в хорошем профессиональном сообществе, которое идет в постоянном развитии, много со временем с теми курсами, продуктами, требованиями, которые предъявляются к онлайн-образованию сегодня. И, собственно, тем самым формировать свое собственное портфолио о том, что может, как может, что, собственно, является и экспертом конкурса. Ведь наши студенты сейчас учатся по двухуровневой системе, и бакалавриат может, вчерашний бакалавриат, становится сегодняшним магистрантом. И, как мы знаем, когда люди, когда обучающиеся, поступают в магистратуру, им необходимо уже накопить это портфолио тех достижений, которые случились за период их обучения. И вот одним из таких достижений может быть как раз их учебно-производственная практика на международном конкурсе в качестве экспертов в составе студенческой комиссии. Что, собственно, они еще могут выполнять на данной практике? Это просмотр всех представленных для оценки курсов и продуктов. Ну и, конечно же, участие в конференции конкурса. И как конечный вариант, такой вот под вопросом, я здесь вот поставила, как вы видите на слайде, это создание собственного курса или продукта. Возможно, по результатам той практики, которую они прошли. Это могут быть на этой практике участвовать и бакалавры, и магистранты, соответственно. Ну вот на данном слайде конкретно представлено экспертное сообщество, как я уже говорила, делится на экспертную комиссию, студенческую комиссию. И, конечно же, здесь они еще и получают постоянное обучение. У нас не просто экспертное общество сформировалось и что-то где-то обсудили, не обсудили, такого нет. У нас экспертное сообщество формируется, у нас проводятся онлайн-сессии по тому, какие критерии могут быть дополнены в этом году, почему именно эти критерии формируются. У нас много очень конкурсных групп. Вот даже в этом году появилась такая новинка, как спецноминация по курсам, которые созданы на SDO Moodle. Если раньше они просто вписывались в общую такую вот конкурс, то теперь это отдельная номинация с отдельным спонсором лицеу открытой технологии Алексея Виченко. И курсы эти представлены, и, соответственно, насколько я знаю, многие образовательные учреждения работают с Moodle, они могут, собственно, представить свои курсы в данном конкурсе. И мы проводим, конечно же, обучение студентов и наших экспертов по тому, какие критерии были разработаны, из каких метрик международных они сформированы. То есть это не просто откуда-то спонтанно взятые критерии для оценки. Это оценки международные по предъявляемому качеству образования. Обсуждение консультаций, мастер-классы, курсы повышения квалификаций. И, как следствие, уже в конце конкурса по результатам деятельности выдается каждому сертификат о том, что он является и работал в качестве эксперта на международном конкурсе. Я считаю, что для студента и для преподавателя это очень даже неплохое такое вот подспорье в портфолио профессиональное. Вот, собственно, я хочу показать вам, что работа эксперта международного конкурса. Здесь мы видим передачу от нашего информационного партнера Distant TV, которая посвящена как раз оцениванию, фиксации результатов, обработки данных. То есть здесь в данной передаче рассказывается, как должно происходить оценивание, какие требования к оформлению результатов предъявляются. То есть не просто человек заходит и студент, допустим, заходит и может написать «Хорошо, курс меня впечатлил». Нет, абсолютно четко прописываются критерии, как должен быть оформлен ответ. То есть здесь обучается человек экспертной деятельности том, как должен он сформировать свой ответ, свою систему оценки и что в нее включить. Потому что ведь все то, что мы делаем на конкурсе, потом отдается участнику конкурса в виде рекомендаций по курсу, по продукту, по стартапу, который он представил. То есть это не просто оценка для того, чтобы мы в своей экспертности потренировались. Это выдача сертификата участнику конкурса о том, что в его курсе хорошо, что в его курсе следует доработать. То есть видите, тут даже участие в конкурсе потом, которое возможно на основе созданного курса со студентами, можно по результатам практики создать определенный курс и потом с ним поучаствовать в этом же конкурсе на следующий год уже в качестве участника, зная уже те требования, которые, соответственно, предъявляются к качеству курса. Здесь вот указаны ссылки для просмотра. Я вам потом в ленту их скину. Дистант ТВ, которая занимается продвижением информационным таких направлений, как инструменты, технологии дистанционного обучения. В общем, это очень интересный профессиональный канал. Подписывайтесь, смотрите. Вот передача, посвященная работе студентов-экспертов «Эд Кранш Эворд», проходившая в прошлом году. Видите, тут и мультяшки задействованы. Кстати, студентов показывают, как это можно использовать. Вот сам Дистант ТВ предлагает использовать себя в качестве некоторого инструмента для онлайн-обучения по взаимодействию с обучающимися посредством вот таких вот мультяшек. Собственно, у них на эту тему есть даже целая передача. Далее, экспертам. Ну вот что, для экспертов еще курсы повышения квалификации проводятся. Вот один из таких реализуется в партнерстве с Институтом открытого дистанционного образования Новосибирского государственного педагогического университета. Это технологии работы эксперта международного конкурса по оцениванию онлайн-курсов. То есть, в ходе той работы, которую обучающиеся и эксперты проводят во время международного конкурса, может быть засчитана в качестве практической работы курса повышения квалификации и получить, конечно же, свидетельство государственного образца от Новосибирского государственного педагогического университета о повышении квалификации по данной программе. Вот, собственно, возможности для обучающихся, которые представлены. Это и лучший онлайн-курс, размещенный на образовательной платформе, вне платформенный онлайн-курс. По версии потребителей, это студенты, родители, и в прошлом году у нас даже было детское жюри, которое оценивал. Нам крайне важно, экспертам международного конкурса и самому международному конкурсу, заполучить таких экспертов, как студенты и дети. Потому что ведь в конечном счете для кого предназначены образовательные продукты и образовательный курс? Это, конечно же, наши обучающиеся, наши студенты, наши дети. И их оценка очень важна. У нас с вами у педагогов может быть один взгляд профессиональный на то, как это сделано. Это может быть великолепно сделано, соответствует всем требованиям, критериям. Но на взгляд обучающегося как раз может быть что-то не так удобного в использовании. Какие-то моменты они находят такие, на которые мы, взрослые, профессиональные люди, можем не обратить внимание, а для ребенка, для обучающегося как раз вот в таких вот моментах и заключается оценка того онлайн-курса или продукта, которое важно исполнителю этого ресурса, ну, курса или продукта. Лучший онлайн-курс в области инженерного образования. Это вдруг, если возникают вопросы, что, ну да, как бы с педагогическими практиками, понятно, пришли, понаблюдали, проанализировали, записали, выдали, на основе этого постарались создать свой курс. Нет, достаточно много представлено и в области медицины, и в области инженерного дела, в области программирования курсов и продуктов, которые как раз могут студенты непедагогических вузов оценивать и смотреть, в каком направлении развивается образование вот в плане технологий, техники, медицины, биологии, химии, что предлагают, какие VR-студии и прочие продукты, возможности. Далее, вот лучший электронный курс на SDO Moodle, да, отдельная номинация специально для любителей SDO Moodle, лучший электронный курс, созданный на базе iSpring, то есть вот конкурс начинает развиваться вот по таким номинациям. Если раньше у нас был конкурс «Лучший онлайн» курс, размещенный на платформе, вне платформе, то есть сейчас стали сами заказчики, сами спонсоры вот этих вот номинаций называть такие вот очень узкие направления, да, и возможно конкурс перестроится как раз в этом направлении за тем, что будет по разным абсолютно платформам конкурс проходить, и может быть потом уже из этих всех платформ и неплатформенных курсов выбираться самый лучший. Но это уже как бы о развитии международного конкурса, что, между прочим, тоже важно для отслеживания, ну, и для обучающихся, и для преподавателей, которые работают с этими курсами онлайн. Вот, собственно, я хочу показать, что здесь очень разноплановые курсы, да, видите, история и теория медиа, информатика для вузов, основы цифровой обработки сигналов, что там, альтернативное разрешение споров, это из разряда ее чистотопруденции, практики системной инженерии, трехмерная визуализация, то есть, видите, по разным направлениям абсолютно можно подобрать ресурсы, на которых студенты пройдут свою практику, которую руководитель практики сможет сформировать из онлайн-курсов, онлайн-продуктов, стартапов и дать посмотреть студентам, как это реализуется, какие направления могут быть реализованы, куда движется весь, да, наш поток онлайн-образования. Вот, собственно, как пример практики, допустим, по биологии, что мы берем программа для ЭВМ, интерактивный курс по разделу биологии, цитологии. Вот моя студентка, непосредственно в этом году принимающая участие в этом международном конкурсе в составе студенческого жюри и работающая при этом в школе, очень оценила эту программу. Программы есть, к тому же, да, вот если вы видите, обозначена стоимость и она уже, основываясь на этой стоимости, подобрала для школы абсолютно удобный пакет по использованию данной программы, что им нужна конкретно вот эта вот программа на определенный период, они закроют ее вот в таком формате. Очень интересный продукт представлен. Визуальная образовательная платформа Академии виртуальные пространства тоже очень интересный продукт представлен. Молекулярная биология клетки, да, и вот в качестве, интересно, да, вы спросите, при чем здесь блогер, а тут здесь дано индивидуальное задание для студента представить весь свой опыт, который он получает на этой практике в виде блога, то есть представить отчет по практике в виде блога и, соответственно, перед этим ознакомившись с данным курсом. То есть чем хороший этот конкурс для студентов? Мало того, что они видят, какое разнообразие представлено в онлайне, да, для онлайн обучения, для дистанционного. Это возможность зайти в этот курс, посмотреть, чем он наполнен, какие по нему отзывы, что хорошего в этом курсе, какие интересные идеи заложены, как методически интересно реализуются, достигаются, не достигаются. То есть как раз студенческая практика из этого и складывается. Посмотреть чужой опыт, проанализировать его и перенять лучшие практики. И в этом случае я считаю, что как раз вот наш международный конкурс этому способствует. Работа с группой ведется вот по такой табличке. То есть студенты не просто так работают, зашли и заполнили анкету и не знают, где и что делали. Нет, я прекрасно понимаю, что все студенты должны представить отчет по практике, и наши студенты тоже предоставляют этот отчет по практике, где указаны и общегрупповое задание, и индивидуальное для каждого. Вот, собственно, как на прошлом видим мы слайде, что вот для конкретного студента было представить отчет по практике, изложить свое видение в качестве влога. И работа с группой ведется по определенным критериям, где четко прописано уровни, что это и к оценкам, что такое низкое качество, что такое высокое, какие доработки требуются по той или иной шкале, какие критерии вводятся для оценки качества. То есть вот, собственно, то, о чем я говорила, что студент будет знать, какие критерии качества предъявляются к созданному курсу, к продукту, как он должен оцениваться. Ну и, конечно же, руководитель практики может непосредственно со студентами выполнить групповую работу по оценке одного какого-либо курса, продукта, да, и потом уже определить ему ряд курсов и продуктов в связи с его заинтересованностью и тематикой. И уже, опираясь на эту таблицу, составить собственную таблицу, где он укажет, какие он курсы, продукты анализировал, оценивал, почему сложилось такое мнение у него по данному курсу, основываясь на этих критериях, какие он замечания сделал, какие плюсы для себя отметил, что он для себя вынес в ту практику, возможно, по созданию курса, да, вот у нас заданием было для студентки описать те положительные практики в каждом оцениваемом курсе и продукте, которые она могла бы применить относительно своей профессиональной деятельности при создании своего онлайн-курса. И, конечно же, для оценки некоторых критерий дано подробное описание внутри курса, где указана и целевая группа для данного курса, и что это за вид продукта, и область профессионального применения. То есть заданы определенные параметры, которые он потом сравнивает непосредственно в курсе с тем, что представлено, да, то есть анализирует, сравнивает, отмечает, соответствует, не соответствует, что не соответствует. Допустим, есть ли специальное назначение для лиц ОВЗ, если оно заявлено, то каким образом оно реализуется в курсе, как представлено, насколько в полном объеме, насколько хорошая обратная связь в этом курсе, насколько хорошая техническая поддержка в курсе, то есть очень много критериев, параметров, с которыми сталкивается студент на данной практике. И вот я представляю здесь табличку от двух студентов по одной из оценок, вот когда они брали критерии цели обучения и компетенции, выставляли оценку и подробно описывали, ни словами нравится, не нравится, а конкретно описывали, что они заметили положительного или отрицательного в данном курсе, какие доработки требуются. Они могут быть разные, но в целом студенты понимают, что именно из их развернутых ответов, четко сформулированных, формируется потом отзыв для участника конкурса. И как итог работы уже по данной практике, это, конечно же, могут быть и тезисы, и статья, и доклад, и участие в самой международной конференции на сессии экспертов с неким докладом, и публикации могут быть по результатам данной практики. И это тоже некое новшество для такой практики, как смотреть столько вариантов различных реализаций практик чужих, совершенно разных, с разным уровнем технического обеспечения, подготовки, разных уровней образования, все это обобщить, сделать выводы, свое представление, и представить на конференции или в публикации. Вот у нас студенты непосредственно делают некие такие вот групповые изложения тезисов для доклада на конференции, по практике. И еще у нас в этом году будет реализовываться такая интересная задумка, как зимняя сессия международного конкурса «Эткранч Эворд» под названием «Техноед», и будет она реализовываться совместно с информационным партнером, это нашим институтом дистанционного образования, и будут рассматриваться стратегии дальнейшего развития, какие новые критерии, какие новые веяния в онлайн-образовании появились, что следует учесть для следующего конкурса. Конечно же, будет организатором оргкомитет, и в этой зимней сессии будут принимать участие и студенты, и эксперты. Если вы сейчас, сейчас уже идет наш конкурс, он закончится конференцией, как обычно, которая перенесена сейчас, к сожалению, из-за таких вот обстоятельств, как вот это вот заболевание, на декабрь месяц, но после нее можно будет уже посмотреть на сайте конкурса критерии и требования к экспертам и подать заявку на участие в зимней сессии, чтобы определиться с дальнейшим участием, возможно, в качестве экспертов или просто как базы практики для ваших студентов. И, собственно, вот с прошлой конференции наша стратегическая сессия, фото с этой сессии, со сбора экспертов, которые смогли приехать, поучаствовать в конференции. Видите, на первом ряду и ребятишки приняли участие в этой же конференции, в которой участвовали. Ну и вот группа для экспертов на Фейсбуке, если вам видно, вот указан адрес непосредственно, по которому вы можете посмотреть, чем живет, чем дышит наш конкурс, как мы общаемся, какие вопросы обсуждаем и что мы реализуем, что будет в дальнейшем. И, собственно, все анонсы по нашему международному конкурсу. Спасибо большое за внимание. Это то, что я хотела рассказать о возможности реализации практик на базе международного конкурса AdCrunch Award. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok